44 партии некачественной молочной продукции общим весом более одной тонны изъяли специалисты регионального управления Роспотребнадзора в этом году. Среднестатистический житель мегаполиса употребляет около двух стаканов молока в день. На полках огромное разнообразие молочной продукции, но не вся она одинаково полезна. Несмотря на то, что за последние три года количество некачественной контрафактной молочной продукции на территории региона снизилось в три раза, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют покупать молочку исключительно в стационарных торговых объектах, ну или если вы предпочитаете закупаться на рынках в крытых торговых павильонах. Разумеется, необходимо внимательно читать состав и дату производства. Так, 15 июля этого года в тех регламент таможенного союза внесли изменения, которые обязывают производителя молочной продукции называть свой товар молокосодержащей продукцией, если в его составе используют заменители молочного жира. Данная надпись должна быть нанесена на лицевую часть упаковки, на которую смотрит потребитель. Кроме этого, в названии продукта, в котором произошла замена молочного жира, не должно присутствовать молочных терминов, чтобы не вводить в заблуждение потребителя относительно свойств продукта. Не должны использоваться такие слова, как маслицы, творожок, сырный. Производители делают это для удешевления продукта. Но теперь при подобной рецептуре необходимо указывать, чем именно был заменен молочный жир в составе. Иначе это считается контрафактом. В лабораториях Роспотребнадзора регулярно проводятся исследования качества продукта. В этом году было исследовано более 2300 проб молока и молочной продукции. Около 3% товара экспертизу не прошло, чтобы узнать, есть ли в продукте растительные добавки, молоко взбивают в специальной центрифуге. Жидкость уходит, а сверху остаются именно сливки, которые нам надо снять. Затем мы оставляем эту пробу где-то примерно на час, чтобы все перешло именно в органическую водостроительную органику. Химическое соединение настаивается, после чего получившийся продукт помещают в хроматограф. Этот прибор разделяет смесь на вещества. Весь состав отображается на экране в виде диаграммы. Вот каждая кислота, которая находится на экране, должна уложиться в диапазон. У нас есть специальные документы, ГОСТы, в которых прописаны нормативные диапазоны на каждую кислоту. Вот если хоть одна кислота не уложилась в данный диапазон свой, значит мы говорим о том, что здесь растительные добавки. В этом году было составлено 57 административных протоколов. У пяти организаций были отозваны лицензии. Узнать, какая продукция не соответствует требованиям технического регламента, можно на портале Роспотребнадзора. Как показала практика, большинство фальсификата – привезенная молочная продукция из других регионов. Олег Лавров, Ренат Бигбаев. Время новостей. Продолжение следует...